МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, мы начинаем с вами первое занятие по Таро-Тото. Давайте несколько предварительных моментов. Вам, допустим, мы будем с вами заниматься в таком составе. Пожалуйста, поднимите руки, кто уже с Таро-Тото работал. Раз, два, три. Три человека работали. В основном у нас... Кто вообще с Таро работал? О, вот с Таро у вас уже представление. В основном у меня есть. Хорошо, но тем не менее я буду рассказывать так, стараться, чтобы было интересно и тем, кто работает уже, и тем, кто только начинает или хочет... вступает на этот путь, на этот прекрасный, полный чудес. Нужно иметь Таро-Тото. И желательно, конечно, желательно, чтобы вы приобрели книгу Тото Алистера Крова. Я не могу сказать, что вы прям вот должны вот сейчас вот прям... Я не знаю, у нас, кстати, есть, но не... Я развивалась. И само египетское масонство тоже хотело очень быть египетским. На самом деле, как бы... То есть это называется еще борьба за наследие. Борьба за наследство. И какие версии выдвигались? Одна версия, что на самом деле это эти картины фактически были изображены в некоем подземном ходе между сфинксом и пирамидами. То есть пришел путь туда, так сказать, это путь посвящения. Но сначала, вы знаете же, что всегда сначала требуются испытания в любом посвятительном. Происходят какие-то испытания в любом посвятительном процессе. А потом наставления. Вот они, собственно говоря, эти картины 22, они как бы были наставляющими. Они раскрывали тайны мироздания для того человека, который проходил это посвящение. То есть такая это базовая тема. Поэтому отсюда же еще история, что под как, тогда, когда начало происходить падение египетской цивилизации, то как, это я вам рассказываю, это называется или легендарная, или устная история. Естественно, она, скорее всего, на 90% не имеет под собой ничего общего. Но красиво. Когда, тогда, когда стал рушиться весь античный мир, спады, так сказать, ударами, да, судьбы, то последние, нет, я не тем тоном говорю, последние жрецы, которые хранили наследие мудрости, они решили, как можно скрыть, но при этом передать это тайное знание. И они выбрали такой путь. Они заключили его в картинках и передали неграмотному племени цыгану, джипси, да, которая распространила их. И, собственно говоря, таким образом эти картинки пережили на средние темные века и дошли до наших. Вот, наверное, так надо рассказывать. Вот, но на самом деле, так или иначе, гипотез много. Это, как говорится, Египет – это не всё. Это, скажем так, континент Му, Антлантида. Вот туда можно тоже пойти, потому что откуда вообще это всё взялось, да. Но, тем не менее, я считаю, что, в общем-то, из Италии эпохи Возрождения ничуть не худшая родословная. Чем плохо, между прочим. Вот, а зато правдивая. Так, про города Жеблена мы уже сказали с вами. Второй, кто нам интересен, это Жан Батист Этейла, популяризатор Таро и автор собственной колоды Грант Этейла. Вот он у нас был такой человек. Видите, это уже ближе к XVIII веку. И чем он нам интересен, и чем нам он, ну, так сказать, хорош? Он известен как первый Таролог, который начал этим зарабатывать на жизнь. А именно гадать. Ну, такой официальный. И очень он этим был не симпатичен нашим другим Тарологам, потому что он был по профессии парикмахером. Хорошая профессия, да? Цирюльник. И вот они его, ну, вообще-то звали его Альетт, да? Он просто Этейла, это его такой был, как-то творческий псевдоним. Вот. И, к сожалению, да, они все так и сразнили его, что вот кто это мог делать, гадать? Подумаешь, низкое дело такое. Только цирюльник Этейла. И так вот к нему это имя прикрепилось. Тем не менее, его колодой пользуются. И, в общем-то, ничего в этом зазорного нет. То есть он опубликовал где-то в 88-89 году свою колоду, которая была предназначена исключительно для гадательных целей. Но я, вы знаете, я вот свет за многими моими коллегами не люблю слово «гадать». Не люблю. Есть люди, которые любят, вот есть у нас старшие товарищи, которые говорят, да, я гадалка, да, я мужчина, но я гадалка. Мне это нравится, мне не нравится, я консульта. Ну, я шучу. Но все-таки я предпочитаю слово «мантика», «мантическая работа», либо же «диминация», да, «диминационная работа с Таро». Ну, это вопрос, как вы понимаете, вкуса, да. Это не ничего, как говорится, ничего личного. Кто нас еще интересен, нам крайне? Нам крайне интересен. Альфонс Луи Констан или Фас Леви. Это гранд французской школы Таро. Автор трудов, да, учения, ритал высшей магии. И он выдвинул важную для нас гипотезу о соответствии 22 старших арканов Таро, буквы иврита и идей Капалы. Вот ему вы обязаны, или он виноват в том, что придется изучать еще и буквы иврита в связи с Таро. Он это при первом придумал, вот ему все претензии. Поэтому, но тем не менее, ну вот из песни слов не поменешь, 22 старших аркана, 22 буквы иврита. Да, и так или иначе, это прекрасно легло на те, на, в общем-то, на концепцию древа жизни, о которой мы с вами уже немного успели поговорить. Он своей авторской колоды не оставил, хотя считается, что была некоторая встреча в Париже в 1865 году, в 1861 году, извините, между Леви и неким Кеннетом Маккенси, членом английского общества розенкрейцеров, где якобы Леви показывал томик с иллюстрациями к 22 старшим арканам. Но они не сохранились, только несколько оригинальных рисунков есть. Бафамет, мир, маг. Еще несколько человек, о которых нужно упомянуть. Это Коль Кристиан, был учеником Леви Фаса Леви, и он написал тоже в такой, как бы, в двух своих книжках «Красный человек из Тюлери и История магии», тоже разрабатывал тему египетского происхождения и астрологичко-баллистических, и астрологических соответствий. Как? Насчет астрологии тоже придется немножко с этим заморочиться. Но я надеюсь, что будет все-таки понятно. И, наконец, нам еще с вами важен такой человек, как Папюс. Джерар Ангкос, он же Папюс. И здесь, как вы легко заметите, мы уже с вами плавно переходим к 20-му веку, к 19-й, 20-й век. Он автор таких книг, как «Цыганское таро». Опять же, «Цыганское таро» – это не в смысле, что… а вот в том же смысле, в каком я говорила, что это все цыгане перетащили, значит, притащили и, соответственно, распространили эту историю. «Предсказательное таро» – он добавил как раз астрологические соответствия, то есть разрабатывал их наряду с полем крестьяна. Вот он такой вот человек. Еще надо упомянуть из деятелей французской школы – это Освальда Верта. Это как раз тоже, между прочим, уже 1860-й и 1943-й. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok